Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам хочу показать, как можно сделать творог в домашних условиях. Для этого нам понадобится пачка такого вот молока. Желательно, конечно, иметь, чтобы жирность была высокая. Здесь жирность маленькая, но ничего страшного, тоже пойдет. Вообще, желательно иметь молоко жирное. А также нам понадобится раип. Вот знаете, вот в Арабских Эмиратах называют кефир лабан. Вы и в Дубае можете встретить такое название. Там будет лабан написано. Или же можно встретить вот такую вот коробочку, на которой будет написано раип. Вот эта вот раип, это идет, как знаете, как наша русская простокваша. В общем, на таких коробочках понадобится 2 штучки. Вот уже можно начинать готовить наш творог. Любите кушать творог, но вот вы живете за границей, где просто его не продают. То вот сегодня я вам покажу, как по-быстрому сделать очень легкий, очень быстрый рецепт. И вы, честно, не пожалеете. Берем наше молоко и вливаем в кастрюлю. Влили молоко и следом отправляем наш раип. Теперь вторую поповку вливаем. Газ делаем на медленный огонь. И помешиваем наше молоко с простоквашей. Конечно же, знаете, честно, лучше говоря, вот можно за ночь взять, в одну емкость налить простоквашу и налить вот наше молоко. И тогда уже, ну, оно еще больше как бы набухнет, еще больше прокиснет. И вообще классный получится творог, такой, знаете, большой, рассыпчатый получится. Сейчас я не знаю, какой он получится. Возможно, он будет немножко такой рассыпчатый. Ну, в общем, сейчас сварим, посмотрим. В общем, держим на огне несколько минут. Когда уже появятся первые пузырьки, то уже можно выключать газ. Вот смотрите, вот эта вот желтая пенка, которая уже собирается, вот потихоньку, оно закипает вот все. И вот потихонечку готовится сам вот этот творог. Вот идет реакция, вы можете посмотреть. Вот это вот крупинки, это и есть наш уже готовый творог. Сейчас вот мы это все перельем через друшлаг, либо через сито, либо же через марлечку можно перелить это все. И уже будет готовый творог. В общем, из этого творога вы можете сделать вареники, вы можете его поглушить со сметанкой, либо вот с йогуртом. Или же можете сделать еще что-нибудь. Вот я буду готовить хачапури. Рецепт хачапури я посмотрела на очень известном канале. Женщину зовут Людмила. И у нее канал полностью про еду. И она просто невероятные рецепты дает. И у нее есть шикарное вот блюдо хачапури. По-менгерски, кажется. Или по-аджарски, уже честно не помню. Ну вот кому интересно, захотите, я вам ссылочку скину. И можете тоже приготовить. Вот там творог идет, сыр и нужно сделать тесто. Вот сейчас вот творог сварю и буду дальше готовить. В общем, сейчас еще немножко, пару минут покипит и уже можно будет сливать это все. Теперь мы берем это все и выливаем в наш вот дуршлаг. И теперь мы это все вот так вот приподнимаем. Смотрите. Здесь вот все оно сливается. И сверху вот остается наш творог. Вот жидкость, да, ее я советую несколько раз вот через сито пропустить. Потому что оно вот внутри там еще играет. И какие-то вот ворсинки вот такие вот маленькие. Вы можете это поймать. И тоже употреблять как бы в пищу. Оно как бы объем даст, да. Ну, в общем, вот так вот выглядит мой творог. Сейчас уже покажу вам его в готовом виде. В общем, смотрите, вот такой вот у меня творог получился. Очень красивый. Сюда не нужно не добавлять ни соли, никаких специй. Вот как я вам показала, вот так вот и все, знаете. И оно вот уже вот само по себе готово. Ну, вот единственное, если вы вареники надумаете делать, то, конечно, посолите, да. А так вот если вы просто хотите покушать с йогуртом, то вот эта смесь уже, творог, он уже готов. В общем, спасибо вам за то, что вы посмотрели это видео до конца. Надеюсь, что вам понравился мой легкий рецептик. А так вот мы готовим наш творог в Тунисе. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. У меня на канале очень много разных интересных видео. Всем я вам желаю приятного аппетита. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok